За край ливни спешат Свой рай ищет душа Как свет после дождя К нам спускается любовь С неба не спеша Радуга Повенчает берега Над тобой светлою судьбой Нежной, как любовь Стану радугой Генка Я хочу покататься на вот этом Хоть разок Ин, ну, мне кажется, в твоем положении нет Так а что, мы с тобой зря приехали, что ли? Ну, ты сама захотела? Да, я очень хочу, правда Солнышко, ну, давай начнем с чего-нибудь попроще Вот, например Ну, ладно Прошу Так, а ты что, с нами не поедешь? Нет Я хочу снять, как Милу первый раз катается Давай с нами Нет, я буду ждать здесь Парка Парка Они в обход! Все хорошо? Ты где был? Что случилось? Уходила. Быстро. Что-то случилось? Ген, ты можешь меня объяснить? За дороги. Садись, садись. Быстро. Ген, что случилось? Я тебе потом все объясню. Гена те, люди. Гена те, дети. Гена те, ребята. Пошли! Что происходит? Что случилось? Кто за тобой гонит? Прости. Прости, что я тебя напугал. Иди домой. А ты? Мне нужно срочно сделать одно очень важное дело. Какое дело? Сегодня же выходной. Я быстро. Я всё сделаю и сразу домой. Хорошо? Иди. У нас с тобой самый лучший папа Аминь. Этого не может быть. Ты уверен? Ты точно уверен? Мой черт. Я думал, это просто совпадение. Этого не может быть. Я не могу. У меня ребёнок скоро родится. Чёрт. Чёрт. Пошёл! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Не притворяйтесь, будто не понимаете, что произошло. Именно вы числитесь главным бухгалтером в компании. И под этими документами стоит ваша подпись. И именно вы обвиняетесь в хищении. В каком хищении? Вы знаете, куда делись два миллиона долларов, которые вы должны были перечислить насчет компании Митикас? Ну да, я же выписала платежное поручение на их счет. Хватит врать. Это же ваш муж, верно? Вчера в 15.00 ваш муж Геннадий Хоменко по подписанной вами доверенности забрал два миллиона из банка. Геннон не мог этого сделать. Я не знаю, а где он? Вот это и мы хотим знать. Где ваш муж мог спрятать деньги? Я не знаю. А где он? Ты что, не слышишь? Где деньги? Ай! Что за... Черт. Она не притворяется. Скорая! Скорая! Ничего, терпи! Терпи! Умница! Давай еще разок! Еще разок! Давай! Давай! Слушайте, вам нельзя здесь находиться! Думаете, мне здесь нравится? Давай еще разок! Давай! Терпи! Давай! А ну-ка идем знакомиться с бабушкой. Ой, господи! Что ж ты маленькая такая? Ой, даже не знаю. Страшненькая. Вся в твоего мужа. Тебе и сладкая такая, у тебя и солнечная. Ой, господи! Ой, господи! Ой, господи! Ой, господи! Кстати, а где Гена? Ну, что за человек? Даже на рождение собственного ребенка. И то опаздывает. Он уехал по срочным делам. Наверное, в командировку. Какая может быть командировка? Когда у нас здесь девчонка такая родилась. Чего из лавны? Мы, кажется, нашли вашего мужа. Похоже, кисть оторвала в то время, когда автомобиль упал с моста и взорвался. А где дело? Это все, что осталось. Анализы ДНК подтверждены. Хотя, впрочем, вы можете это все перепроверить. Это кольцо было на его безымянном пальце. Вы знаете? Всем встать. Суд идет. Инна Сергеевна Хоменко признается виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере. Она приговорится судом к лишению свободы сроком 8 лет с конфискацией имущества. Это же неправда. Это ошибка. Я этого не делала. Так как Инна Сергеевна Хоменко не является главным подозреваемым, не получила личные выгоды, а также принимая во внимание малолетнего ребенка на иждивении, она может быть условно-досрочно освобождена после отбытия половины срока. Вы не можете так поступить. У меня же дочка маленькая. Я не видела ее уже два месяца. Пожалуйста, это неправда. Я же этого не сделала. Пожалуйста, мама. Какая ты у меня красивая. Как ты тут? Она подросла. Да. Ты подросла. Ты кушаешь хорошо, да? А спи ты, мама, она хорошо спи ты. Да, да. Ты похудел? Вас что, здесь совсем не кормят, что ли? Мамочка, не переживай. Нас тут кормят. Да? Да. Здесь тут хорошо кормят. Нет. Почему? Если у тебя здесь все нормально, может, ты здесь и останешься? Твоя мать умирает в дещете. А у нее, видите ли, все нормально. Мамочка, мы с тобой видимся раз в полтора месяца. И тут умудряемся поссориться. У вас деньги есть? Да. Я устроилась работать в ночном кафе. Уборщица. Сколько может заработать уборщица? Достаточно, чтобы покормить ребенка из себя. Не переживай. Все нормально. Стоять. Лицом к стене. Вперед. Милая. Что такое? Ничего, похоже, за ноги. Ехать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, похоже, утролись. Женя, возьми трубку. Это были люди моего отца. Да знаю я. Короче, назад нам нельзя. Точнее, тебе можно, но только без меня. Женя, мне нужен только ты. И больше никто. Том. Алексей Борисович, я не ждала. У вас что-то случилось? Где он? О ком вы говорите? Станюша, ты держишь меня за идиота. Хорошо. Где Женя? Алексей Ворисович, я... Ты хочешь, чтобы он повторил судьбу своего отца? Простите его. Ради Бога, простите. Он совершил глупость. Просто глупость. Но вы же знаете, что он предан вам, как и я. Я умоляю вас, простите его, Алексей Ворисович. Это все слова сейчас не имеют никакого значения. Сейчас жизнь твоего сына в твоих руках. Хорошо. И ты знаешь, что надо делать. Хорошо. По своей ли доброй воле, а не по принуждению, ты, Камилла, хочешь взять себе в мужья Евгения? Да, отчим. Не давала ли другому обещания? Нет, отчим. По своей ли доброй воле, а не по принуждению, ты, Евгений, хочешь взять себе в жены Камиллу? Да, отчим. Не давала ли другой обещания? Нет, отчим. Господи, Боже наш, славою и честью венчай рабу Божию... Святой отец. Камиллу и раба Божьего Евгения. Господи, боже мой, это... Простите, батюшка. Простите. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня очень разочаровала дочка. Мне жаль. Но я знала, что ты не согласишься. По-моему, мы уже обсуждали с тобой вопрос о твоем замужестве. Папа, я не хочу выходить замуж без любви. Я решила быть с Женей, и только с ним. У тебя назначена свадьба с другим человеком. Папа, я не люблю его. Я люблю Женю, ты понимаешь? У тебя будет 10, 20. Сколько хочешь таких, Жень? Только после свадьбы. Или ты хочешь, чтобы папа поссорился с одним из самых влиятельных людей в этой стране? Да это не имеет никакого значения. Я люблю Женю, понимаешь? Это все детский лепет. Люблю, не люблю. У взрослых людей нет такого понятия. Люблю. Есть понятие выгодно. Ты, наверное, думал, так же, когда бросил мою маму. Короче, завтра у нас обед с семьей твоего будущего мужа. Ты куда дел с Женей? Если ты будешь вести себя хорошо, с Женей будет все в порядке. Начнешь капризничать. В общем, не доводи папу до греха. Пойдем. Малышка, ты почему не спишь? Еще очень рано ложись. Ты хотел уйти, не сказав мне до свидания? Ну, ты бы еще немножко поспала. Ты приходишь домой поздно, когда я уже сплю. А уходишь рано, когда я еще сплю. Хорошо. С завтрашнего дня я буду уходить на работу только после того, как вижу твою лицо. Мам, а ты не забыла про свои обещания? Ты сказала, что мы пойдем в воскресенье в парк от рациона. Не забыла. Я сама этого очень жду. Мам, мы должны точно пойти. Обещай. Обещаешь? Это что? Мизинчик, правда ты мне не веришь? Чудо-юдо-рыба-кид. Рыба правду говорит. Если рыба будет врать, надо рыбу наказать. Мам, ты опаздываешь? Да. Давай, иди к бабушке собирайтесь в школу. Мам, тебе тоже хорошего дня. Спасибо. Пока. 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 Ой, слушай, как бы я хотела хотя бы одну ночь провести на такой шикарной кровати, а? Вот разбогатею, сниму номер в нашем отеле и буду спать, спать, спать. Раскатал губу. Тут одна ночь стоит, как пол твоей зарплаты. Ну что? А вот увидишь, я когда-нибудь очень разбогатею. Вот увидишь. Кстати, есть возможность подзаработать. Возьмешь завтра мою смену, а? Я завтра не могу. У меня смена в кафе, а потом я в Милке обещала сходить на тракцион. Вставай, постель помнешь. Так, так, так. А у кого-то появился мужчина, да? Красивый, богатый. Да нет никого, мужчина. Это работа хорошая. Только пока молчок. Молчок. Слышала про Кумачева? Ого, это про того самого олигарха? Угу. Меня взяли к нему дома на испытательный срок. Да, если зацеплюсь, буду в шоколаде. Там зарплата в три раза выше, чем у нас. Представляешь? Слушай, я тоже хочу. Ну, скажи, ты нормальная? Угу. Ну, я сама там на птичьих правах. Ну, как я тебе помогу? Ну, сняжь. Не-не-не. Нет. 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 О других новостях. Владелец корпорации АКМ Алексей Кумачев опроверг слухи о своей болезни. Вчера он появился на презентации вместе со своей дочерью Камилой и сообщил о скорой свадьбе его дочери, сыном богатейшего человека страны, Семена Хвана. Девушки. Когда уже будет мой закат? Сейчас. Сейчас. Минутку. Ранее Хвана и Кумачева считали непримиривыми конкурентами. Но теперь, похоже, они объединятся. Нет, подожди. Слушай, ты, это, устала, наверное, за смену, да? Давай я отнесу. Ну, что? Максим Кеоргиевич, я полно сел. Извините. Ты что? Мужиками-то разбрасываешься? Ты уже не в том возрасте. Надо хватать удачу за хвост. У Максима Юрьевича нет хвоста. Самое главное, чтобы не было рогов. Мама. Алло, да. Инна? Да. Кто это? Геннадий Хоменко был вашим мужем? Да. Кто это говорит? Вам интересно узнать, от чего он умер? Что вы только что сказали? Если вам интересно, почему умер ваш муж, проверьте свою электронную почту. Что вы такое говорите? Алло. Алло. Кто это, Инна? Жених? Какой жених? Словещий какой-то. Что вы хотите узнать правду о смерти вашего мужа? Что вы хотите узнать правду о смерти вашего мужа? Вам надо попасть в дом Кумачёва. Все документы о смерти вашего мужа спрятаны в библиотеке. Помогите! Помогите! Алло. Ты прочитала моё письмо? Кто вы такой? Откуда вы узнали мою почту? Все спрятано в доме Кумачева. В библиотеке его кабинета. И что мне делать? Третья полка слева. История Второй мировой войны. Четвертый дом. Да кто же вы такой, а? Алло. Алло. Господи. Владелец корпорации АКМ Алексей Кумачев опроверг слухи о своей болезни. Вчера он появился на презентации вместе со своей дочерью Камилой и сообщил о скорой свадьбе его дочери сыном богатейшего человека страны Семена Хвана. Кумачев. Хорошо выглядишь. На тебе можно пахать и пахать. Кто это распускает слухи? О твоей болезни? Это доброжелатели все, Семен. Все доброжелатели. Мечтают меня увидеть в гробу. Но, как говорится, не дождетесь. Посмотрим, кого первого положат. Аж мурашки по телу, а? Ну, если что, я на твоей стороне. Здравствуй, Камила. Здравствуйте, Семен Владимирович. Твоя дочь очень красивая. Эх, скинуть бы мне лет 30. Здравствуй, Камила. Здравствуй, Миша. Спасибо. Рады вас видеть в нашем доме. Проходите. Пошли. Пошли. Вот, познакомься. Семен, это Илюша, мой старший сын. Рад видеть вас, Семен Владимирович. Помню, будущий президент банка АКМ. Верно? Вот, я уйду на пенсию, все ему достанется. А ваше лицо мне очень знакомо. Вы, кажется, были телеведущей, верно? Да, недолго. Александра. Александра, это жена Илюши. А это моя старшая дочь, Ольга. Здравствуйте. А нашей Камиле и правда повезло. Женишок просто принц. Вы тоже помогаете отцу? О, нет, что вы, я не люблю бизнес. Я поэтесса. Кстати, а кто ваш любимый поэт? Давайте пройдем к столу. Мужики, нет, пожалуйста, нет. Давайте договоримся, слышишь? Дайте Кулащову позвонить. Он знает, что ты здесь. Дайте, я один раз его наберу. Я с ним договорюсь, я во всем. Слышишь, один раз я позвоню ему, ну, пожалуйста. Вот говорят, что все хорошие поэты любили хорошее вино. А Пушкин, говорит, вообще был пьяницей. Если бы не пил, бы, наверное, закончил иначе. Давайте поговорим о живых. Простите. Срочно. Да. Алексей Борисович, я вас обоняю. Я понял ваше предупреждение. Я вас обоняю, пожалуйста. Не потому, что я испугался. Чтобы, чтобы Камиле жизнь не портить. Слышишься? Она же возглавилит вас. Ну, Алексей Борисович. Это замечательно. Это очень хорошо, что ты так думаешь. Ты все понял. Но, к сожалению, слишком поздно. Вы со мной, со мной раскидаетесь. Но она же врагом станет вашим на всю жизнь. Слышите меня? Я бы с удовольствием Жени с тобой повидался, поговорил бы. Но, боюсь, что теперь уже не получится. Удачи. Я все понял. Я понял ваше предупреждение. Я умоляю, не надо этого делать, пожалуйста. Я больше не подойду к ней. Никогда. Никогда. А вот это хорошее решение. Ты скажи это сейчас сам. Алло. Камил. Со мной все хорошо. Все хорошо. Женя, ты где? Я тебя прошу. Делай все, что скажет Кумачев. Все, что он скажет. От этого жизнь моя зависит. Это ради нас. Слышишь? Хорошо. Я все сделаю. Прощай. Алло. Камил. Ну вот. Эй. Вы же договорились. Слышишь? Ну вы же договорились обо всем. Вы слышали? Тут 24 этажа. Ты пролетел только один. Хочешь еще? Нет. Еще раз. Не сделаешь то, что сказал Кумачев. Я понял. Понял. Теперь можем считать, что обо всем договорились. Кто звонил? Мой старый друг хотел со мной попрощаться. Ты расстроилась не из-за меня? Да, ну что ты. Нет, конечно. А пойдем, я тебе покажу дом. Оставься. Какой у вас красивый дом. Большой. Не больше вашего. Ну мой отец просто успешный бизнесмен. А твой. А твой. За вами журналисты все время, наверное, следят. Судьба богатого человека постоянно всем доказывает, что эти деньги ты заработал. Камила, я... Ты мне очень нравишься. С того самого дня, как мы познакомились. Все эти годы я мечтал... Вернее, даже я мечтать не мог, что когда-нибудь ты можешь стать моей женой. Я вообще тебе не нравлюсь. Почему же ты так думаешь? Для твоего отца это брак по расчету. Но не для меня. Я влюблен в тебя. Миш, ты мне очень нравишься. Просто совсем недавно я рассталась со своим любимым человеком. Дело пошло. Все подробности о предстоящей свадьбе должны оставаться в секрете. Никаких фотографий. Того, кто нарушит этот договор, ждет... Нет, не суд. Личный конфликт с Алексеем Борисовичем. Чего я вам искренне не желаю. Поверьте. Доступ на второй и третий этажи здания строго запрещен. Кто нарушит, будет немедленно уволен. Без зарплаты. Все понятно? Тогда за работу. Женя еще не вернулся. Не могу до него дозвониться. Никто не знает, где он. Не волнуйся, он обязательно вернется. Отец не сделает ему ничего плохого. Видела бы ты своего отца, когда он узнал. Потому что я ему не прощу, если с Женей что-то случится. Ты совсем не знаешь своего отца. Да ему плевать на чью-то любовь. Зато ему не плевать на деньги. Если с Женей что-то случится, я отменю свадьбу с Мишей. Это моя страховка. Двигаемся, двигаемся. Ну, а ты куда смотришь? Там на втором столе нет вина. Прошу прощения. Не надо ничего просить. Просто принеси. Снежана, давай, 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 давай за мной. Тарелки, посуды. Как я все успею? Давай я вину принесу. Ты вместо Любы? Да. У нее ребенок заболел. Я не знаю, тут на французском написано. Как его искать? Где погреб? Тут внизу. Тарелки, посуды. Илья. Илья, прекрати бить. Ты целый день сегодня бьешь. Хватит уже. Заткнись. Этот идиот должен был бежать. Он должен был уехать за границу. А если он еще находится в стране, я найду и убью его. Да не кричи ты. Вдруг кто услышит. Да мне все равно, что скажет отец. Я найду и уничтожу его. Да прекрати ты бить. Заткнись. Идиотка. Ты вообще ничего не понимаешь. Фу. Фу. Заткнись. 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 Лена, ну вот какой ты стилист, а? Лен, вот что ты за платье мне принесла, а? Это же мешок, Лена, это мешок, а не платье. Алексей Борисович сказал... Что-что? Сказал, чтобы в наделе что-нибудь менее вызывающее. Так, все, ясно, понятно. Все, ты уволена. Ступай проще, мне предатели не нужны. Ольга, Алексей. Прочь, я сказала. Стой! Прежде чем ты уйдешь отсюда навсегда, скажи, пожалуйста, это достаточно вызывающее? Ну, так. Ладно, а вот это? Ну, такое. Послушайте, я думаю, что Алексей Борисович специально так сказал. Он вас знает, знал, что вы взбунтуетесь. И наденете еще что-нибудь более яркое. А давайте его перехитрим и наденем что-нибудь попроще. Вот, например, костюмчик. Как ты молодец, да. Да. Ой, ладно, ладно, беру тебя обратно. На испытательный срок. Вот. Вот это подойдет. Ну, а это для похорон. Ну, так правильно. Сегодня похороны Камилы. Да. Женя, Женя, ты живой. Ты такая красивая. Я думала, ты, где ты был все это время? В аду. Ну, благодаря тебе вышел. Ну, не плачь. Я же рядом, пусть даже так. Женя, я выхожу замуж. Я всегда об этом мечтала. Думала, что это будет самый счастливый день в моей жизни. Я буду в твоем сердце. Пока смерть не разлучит нас. Пока смерть не разлучит нас. Субтитры сделал DimaTorzok Все спрятано в доме Кумачево. В библиотеке его кабинета. Третья полка слева. Третья полка. История Второй мировой войны. Четвертый том. Четвертая книга. Где оригиналы? Дина, осторожно! Ранее Хвана и Кумачева считали непримиримыми конкурентами. Но теперь, похоже, они объединятся. Женя, пожалуйста, уходи. Я тебя очень прошу. Я все равно буду рядом. Чего бы это ни стало. Женя, тебе нельзя здесь оставаться. Тут опасно. Женя, Камила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...